В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Когда Рязань выйдет из сумрака. Решаем всем миром. Остекление в законе. С марта следующего года в России стартуют новые правила пользования жилыми помещениями. Точно в цель. Сотрудники СОБРа показали работу снайперов. В России сократили срок действия ПЦР-теста на COVID-19 до 48 часов. Такое решение принял Роспотребнадзор. Как говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, решено сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус из-за особенности нового штамма инфекции омикрон. В постановлении также указано, что отбор биологического материала, уконтактировавшего с больным COVID-19, происходит при появлении клинических симптомов, сходных с коронавирусом. Рязанские соцсети отреагировали на замечания губернатора о жалобах на уличное освещение. Напомним, на заседании регионального правительства Николай Любимов привел статистику обращений рязанцев. Только за ноябрь горожане жаловались на тусклые улицы 384 раза. Вот такой опрос сегодня появился в одном из пабликов в соцсетях. Хотите ли вы, чтобы все освещение городских улиц было таким же, как в лесопарке? Как мы видим, подавляющее большинство респондентов высказалось «за». Понятно, что срез мнений неофициальный, но это, по крайней мере, что-то похожее на конструктив. Заваливать губернатора жалобами на уличное освещение, а их за год накопилось порядка двух тысяч, вряд ли будет результативно. Хотя, конечно, реакция была. Прошу главу администрации Рязани доложить мне на следующем заседании правительства, какая работа была сделана в этом направлении и что намерен предпринять город для решения проблемы с плохим освещением на улице, в какие сроки. Вот не надо объяснять, что не получилось, почему не получилось. Это прекрасно у нас все умеют, к сожалению. Шестилетний контракт с энергосберегающей, как считалось, инновационной компанией оказался экспериментом скорее неудачным. Светодиоды в Рязани не прижились, поэтому городу обещали обновления. Год назад озвучивали даже цифру. Запланировали в рамках бюджета 111 миллионов, 237 тысяч на весь 2021 год. Также планируем заменить светильники на четырех основных улицах. Бога, Даризанета, Московская, Шоссе, Пиванайский, Проспект, улица Собор и улица Рейн. Тем не менее, жалобы продолжают поступать, а комплексный ответ на них. И губернаторы и жители ждут через неделю. Максим Васильев, телекомпания «Город». В марте 2022 года вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Ничего экстраординарного, что кардинально бы изменило подход к эксплуатации квартир, там нет. Но вот ответственность за незаконное остекление балконов и лоджиит будоражит общественность уже сейчас. Будут ли штрафы? И если будут, то кому? Разбирался Валерий Седов. Сайдинг снять, остекление с балконов убрать. Такие сообщения появились в соцсетях. Причиной стала новость о новых правилах пользования жилыми помещениями. В частности, об остеклении балконов. Мол, с 1 марта 2022 года остеклять их можно будет только после согласования со всеми органами местного самоуправления. Но волна негодования была необоснованной, говорят юристы. Это все-таки касается тех случаев, когда собственники помещений начинают что-то пристраивать, возводить действительно такие серьезные постройки. В данном случае необходимо будет согласовать все эти реконструкции. И ранее также было необходимо согласовывать все реконструкции с органами местного самоуправления, например, с администрацией. Новые правила касаются именно дизайнерских решений. Когда житель решает увеличить площадь своего балкона, выдумать необычную пристройку или такие работы повреждают несущую конструкцию, Минстрой официально подтвердил, что никаких новых правил нет. Для собственников жилья норма сформулирована так. Нужно исполнять обязанности, содержать жилье в надлежащем состоянии и учитывать ограничения по ЖК РФ. Следить за исполнением правил будут проверяющие, которые в новом 2022 году имеют право осмотреть балкон из квартиры. Если есть соответствующее распоряжение органа местного самоуправления, то да, собственник помещения должен обеспечить доступ в свое помещение для проверки. Это не секрет, это и ранее было так. То есть, например, такие есть процедуры, как там поверх счетчиков и так далее. Мы должны обеспечить доступ в свое помещение. Теперь это также будет регламентировано новыми правилами. Тонкости, конечно, есть. Но касаются они не нового законодательства, а уже действующего. Например, в каждом регионе могут быть свои изменения в правила по поводу остекления балконов. Но касается это особых случаев. Культурного наследия, программ по единообразию фасадов и особенностей конкретного проекта. То есть, говорят юристы, обычные пластиковые окна ничего не нарушают и дополнительных разрешений не требуют, а значит, и повсеместных штрафов ждать не нужно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Десятки свечей память зажгли жителей Михайлова в честь 80-летия со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В конце ноября 1941 года Михайлов был захвачен фашистскими войсками. Именно через него противник планировал пробиться к Москве. Окупация продлилась менее двух недель. И уже 7 декабря советские полки вошли в город. Битва за Михайлов стала одним из важных этапов советского контрнаступления под Москвой. Все собравшиеся почтили память герою Великой Отечественной войны минуты молчания. Юные армейцы и ветераны, а также жители Михайлова, выпустили в небо несколько десятков белых шаров. Я сейчас хочу сказать самые добрые слова и поклониться тем воинам, которые пали за освобождение города Михайлова, за освобождение нашей столицы в целом, родины, но не живущим, которых осталось очень мало. Доброго здоровья я очень хочу, чтобы они жили долго, потому что они являются живым примером и памятью подвига. Погода в городе ухудшается. Ее прогнозы, кстати, в конце выпуска. А тем временем частая смена осадков снега на дождь уже привела к затопам и уличным завалам. Стало больше аварий. Валерий Седов продолжит. Это кадры утреннего происшествия. На улице Островского сбили женщину. На кадрах видно, что на месте происшествия работает машина скорой помощи. Позже сотрудники госавтоинспекции рассказали, что пострадавшей было 63 года. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Происшествий на дороге хватает. Погода этому только способствует. За 7 декабря произошло 10 ТТП. Есть погибший. 7 декабря в Сторожиловском районе на 12-м километре дороги М5 Урал 31-летний житель села Истия, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем Рено Дастер под управлением 43-летнего рязанца. В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась на месте ДТП. Пассажирке Рено была оказана медицинская помощь. Хватило и массовых аварий. Это, например, фото с улицы Спортивной. Видно минимум три пострадавших машины. Однако в ГИБДД рассказали, что пострадавших нет. А это Касимов. Утренняя пробка из-за ДТП. Следующее фото из Скопинского района. В этой массовой аварии столкнулись Форд, Газель и Грузовик МАН. В результате ДТП погиб водитель Газеля. На месте работали полицейские. Виной каждой аварии погода или водители лихачи, это еще предстоит выяснить инспекторам ДПС. В изменчивых погодных условиях, особенно в условиях тумана, которые прогнозируются на сегодня, водителям нужно быть особо внимательными и осторожными. Водителям необходимо двигаться с такой скоростью движения, чтобы она полностью обеспечивала безопасность. В свою очередь, пешеходам также необходимо пересекать проезжую часть, лишь полностью убедившись в своей безопасности. Так как перед пешеходными переходами может образовываться наледь на проезжей части, транспортное средство остановиться мгновенно не может. Поэтому, лишь убедившись в своей безопасности, начинайте переход. Сутки были вообще богаты на происшествия. Утром загорелся спортзал на улице Грибоедова. Сообщение поступило в 5 часов 10 минут. Огонь охватил помещение площадью 30 квадратных метров на цокольном этаже 10-этажного дома. Поврежден спортинвентарь и эвакуированы 20 человек. На место выезжали 8 автомобилей и 21 спасатель. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Сотрудники Рязанского СОБРа сегодня допустили журналистов к святая святых. Подготовки снайперов. Обычно эти учения проходят без огласки. Но нашей съемочной группе кое-что подглядеть удалось. Физика, баллистика, биология. Кроме всего этого, снайпер должен прекрасно разбираться в таких сферах, как география и топография. Кроме этого, снайпер должен поддерживать себя в прекрасной физической форме. На задачу он отправляется с необходимым количеством вооружения, боеприпасов, маскировки. И все это пешком, без всяких моторизованных средств. Подобные сборы, прежде всего, обмен опытом. Бойцы, назначенные на должности снайперов, здесь отрабатывают и совершенствуют опыт владения оружием и необходимые профессиональные знания. Проводятся плановые снайперские сборы. Отрабатывается стрельба на дальние расстояния, ближние расстояния. И с разных позиций стрельба. Все участники сборов показывают высокие результаты в стрельбе. В ходе учений собровцы отработали такие вопросы, как маскировка. Выполняя реальную боевую задачу, сотрудник должен оставаться незамеченным. Действия снайперов в группе, ведь результат любой спецоперации зависит от слаженных действий подразделения, а также стрельба по мишеням. С наступлением зимы капризы погоды не прекращаются. Сильная метель сменяется оттепелью, превращая тротуары в непроходимые, а автодороги в опасные. Чего ожидать от стихии в ближайшие дни, расскажем далее. Пик ненасти миновал центральную часть страны, в том числе и наш регион. В послеполуденные часы аэропорты Московского аэроузла, а это самые точные оперативные источники погодных данных, стали сообщать о прекращении сильных снегопадов и постепенном улучшении видимости. Тем не менее, небольшой снег в Рязани продолжается, сменяясь дождем и туманом, и итоги подводить пока рано. При этом в ночь на среду начнется похолодание, и уже к вечеру среды в тылу циклона температура воздуха опустится с сегодняшних нулевых значений до минус 7-9. Дальше в дело вступит очередное ядро скандинавского антициклона, которое будет смещаться с севера-запада и поспособствует усилению морозов. В ночь на четверг в Рязани уже около минус 10, а апогей похолодания придется на пятницу, когда температура может понизиться до минус 15-17, а по области местами и до минус 20. Примерно такой же будет минимальная температура воздуха и в субботу. В воскресенье морозы начнут отступать и уже днем потеплеет, да вполне комфортных минус 2-4. И еще на градус другой температура подрастет в понедельник. Местами закружит небольшой снег. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страницах в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго и хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин